Шум, устроенный «Газпромом» вокруг транзита газа через Украину, преследует две основные цели. Первая – выдавить из правительства ФРГ разрешение на строительство ветки «Северный поток-2». Вторая – добиться отмены решения стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза». «Газпром» к декабрю 2017 года прошел в Германии все согласования по этой трубе на местном уровне и победно заявлял, что ожидает позитивного решения от последней инстанции. Федерального правительства к середине марта. Но возникла проблема с правительством. Коалиция ХДС, ХСС и СДПГ складывалась неспешно, и заявление о том, что партии пришли к соглашению, появилось только 7 февраля. Портфель главы МИД в ней выделяли члену СДПГ Мартину Шульцу, большому другу Москвы. От этого в Москве был нервный тик, а в СДПГ – ожесточенная борьба и интриги в стиле «комментерна». В итоге группа «Газпром» и «Шрёдер» удалила Шульца не только с поста будущего главы МИД, который остался за настоящим другом Москвы Зигмаром Габриэлем, но и с поста главы партии. «Газпром» денег не жалел, коррупция таки погубит СДПГ, ее рейтинг упал до 16%. Москва могла гордиться удалением Шульца и переделкой СДПГ в фан-клуб «Газпрома», но ее нервировали выступления других стран против «Северного потока-2». Москва вся была на нервах, а тут немцы стали изводить ее демократией и бюрократией. Руководство СДПГ заявило, надо провести в партии референдум о коалиции. Настоящий, а не как в Крыму. В Москве взвыли, опять ждать еще месяц. Результат появился 4 марта, 66% неленивых членов партии коалицию одобрили, но снова ждать. Голосование в Бундестаге по Меркель как новому канцлеру будет только 14 марта, и до вопроса о «Северном потоке-2» она доберется в лучшем случае в апреле. Так как у немцев единства по нему нет, то в апреле-майе они будут изводить Москву не только демократией, но и своими разногласиями, и придется тратиться на кампанию в СМИ Германии по продвижению любимой трубы и на материальное стимулирование группы Шрёдера. Де-факто эта кампания уже началась и абсолютно бесплатна для «Газпрома», благодаря нервному срыву у Александра Новака и Алексея Миллера после решения стокгольмского арбитража от 28 февраля, согласно которому «Газпром» по итогу взаимозачета должен «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов. Эти парни уже влетели на 1 миллиард долларов в Ираке, который дали курдам за добычу у них нефти и газа. Но правительство в Багдаде настаивает, мы разрешение не давали, а разрешение Эрбиля незаконно. Если хотите добывать, платите, а с курдами сами разбирайтесь. Для Москвы вынуть деньги из курдов нереально, и уверенность СДПГ вступила в коалицию с трубой на плече есть, но нет уверенности, что все не будет как с курдами. Из-за разногласий в коалиционном правительстве Германии дебаты о трубе могут затянуться, плавно сместиться в парламент и вылиться в национальный референдум по примеру голландцев. Если можно голосовать об ассоциации Украины с ЕС, то можно вынести на референдум и вопрос об ассоциации Германии с трубой «Газпрома». Германия не менее демократическая страна, чем Нидерланды. Так что какая середина марта? Если немцы примут решение осенью, то «Газпром» может считать ему крупно повезло и тихо радоваться, что референдум о трубе прошел только в Германии, а не в Польше, Дании и других сопричастных к трубе в странах ЕС. Украина, как страна, ассоциированная с ЕС и причастная к трубе и «Газпрома», тоже может участвовать в этом референдуме и провести его одновременно с президентскими выборами весной 2019 года. Все это и особенно решение о выплате «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов так обрадовало «Новака», что раньше обычного уже с марта у него начался нервный приступ в духе «Деды воевали и можем повторить». «Новак» собрался отключить газ Берлину, для чего сбросил давление в трубе, идущей через Украину, чем нарушил договорные обязанности «Газпрома», за что «Нафтогаз» уже требует с него неустойку. «Новак» так разбушевался, что угрожал вообще этот вентиль закрыть и заставить немцев покупать у него газ только через «Северный поток-2», которого нет. Берлин это не очень впечатлило, так как он крупнейший покупатель газа. В Берлине знают, что Кремль – хам и псих, помешанный на идее империи, но не до такой степени, чтобы совсем оставить себя без денег. Поэтому с «Новаком» поговорил Марош Шевчевич, еврокомиссар по вопросам энергии и, вероятно, психотерапевт. После этого «Новак» оставил свои имперские замашки и передумал закрывать вентиль до решения стокгольмского арбитража о разрыве с Украиной кабального контракта на поставку и транзит газа. Срок его и сам по себе заканчивается в декабре 2019 года. По итогам этой очумелой экономики Москвы, на одном конце трубы имеем трубу «Северного потока-2», которую «Газпром» проложил зигзагами по дну моря до Германии, так как Дания ее в свои воды не пустила, раздраженную Меркель и растерянную СДПГ, размышляющую, как после этого хамства и шантажа завести трубу на немецкий берег. На другом конце – лето, остановка «Северного потока-1» на месячную профилактику и два психа «Новак» с Миллером, которые мечтают закрыть транзит через Украину и качать газ немцам исключительно по дну и через Беларусь, что пока нереально. Но психи к этому упорно стремятся. На этом конце также оказываются грустный царь Дадон и веселые молдавские демократы, которые, наконец, решили к осени достроить трубу из Румынии в Кишинев, так как газ из РФ отменяется. В Ауте – преднестровские республиканцы. Эти остаются совсем без газа, но с выбором – кому сдаться в плен – Молдове или Украине. Для утешения промосковских болгар к ним вместо газа уже отправили патриарха Кирилла с пастерским наставлением. Лучше всех себя чувствует Лукашенко. Он всегда говорил, что братская цена на газ в три раза завышена, но поток-2 превращает Беларусь в Украину-2. Москва, чтобы Лукашенко не очень радовался, объявила ему для профилактики новую молочную войну. Вся эта экономическая политика Москвы строится по принципу «купить билет и пойти пешком на злокондуктору Украине». Выбросить в море 10 миллиардов долларов на бесполезный, более сложный в эксплуатации и экологически опасный газопровод только для того, чтобы создать Украине финансовые проблемы в надежде, что на их фоне удастся посадить в Киеве промосковское правительство и вернуться к прежней политике ограбления ее через газ. Механизм грабежа включал в себя, прежде всего, завышение цен на газ в 3-4 раза, при том, что в 2005 году половину его составлял не дорогой сибирский, а дешевый туркменский газ. Но Москва не давала продавать и покупать его напрямую. Как посредник она грабила и Украину, и Туркмению, а также завышала цену транзита. Второй способ – принуждение Украины к покупке ненужных ей 30 миллиардов кубов газа, для чего придумала формулу «бери или плати». Этот кабальный договор Москва при содействии Ющенко и оппозиционера Януковича вынудила подписать Тимошенко, а затем Азаров закрепил его Харьковским соглашением, еще более кабальным. Больше всех выиграл в итоге фиртаж, который этот избыточный газ, купленный за счет госбюджета, накапливал и перепродавал из-под полы в Европе, как свой, пока революция не лишила его и регионалов этого удовольствия. Это позволяло Москве не только грабить Украину, но и влиять на ее правительство, так как до революции все они по ситуационным политическим мотивам не решались ввести реальную рыночную цену газа для населения и предприятий и предпочитали датировать тех и других из госбюджета. Война РФ с Украиной за Донбасс – это продолжение газовой политики Москвы, которая очень боится начала добычи сланцевого газа на Харьковском и Юзовском месторождениях. Политику на зло кондуктору Москва проводит не только в отношении Украины. С 2017 года Москва стала доплачивать белорусам за то, чтобы они нефть и другие товары реализовывали не через порты Литвы, Латвии и Эстонии, а возили подальше – порты Петербурга, Усть-Луги и Приморска. Если белорусам компенсируют скидкой на газ, почему пока и прекратилась газовая война с Лукашенко, то своих Москва нагибает в административном порядке. Под эту экономику попал даже находящийся вне любой политики филиал индийской компании «Арселор Митал» в казахском «Тимиртау». Ему Москва не дает продавать металл в Сибирь и ввозит металл туда из-за Урала. Видимо, в Москве все ждут не дождутся, когда развалятся не только Украина, Литва, Латвия и Эстония, но и Казахстан. Все это очень напоминает эпизод из 17 века, когда Москва держала искусственную монополию на транзит шелка из Персии в Европу, который возила замысловатым путем из Астрахани в Архангельск. Англичане, голландцы и французы предлагали Москве солидные деньги за то, чтобы она разрешила им вести прямую торговлю с Персией и более логичным путем, чем через Архангельск. Москва всем отказала, но они нашли другой путь в Персию. В этом одна из причин, по которой распустили СССР. Он был слишком нерентабельным со своей очумелой экономикой собаки на сене и на зло кондуктору.